Дальше, третичная структура. Вот там уже добавляются, кроме пептидных и водородных... А, во-первых, нет, там первая есть новость одна, кто знает. В третичной структуре там одна странность сразу же. Первое, что я должна не сказать, это именно это. Что в третичной появляется глобула, то есть спираль начинает такой комок образовывать, конгломерат, так называемую, глобулу. Это первая новость. И кроме пептидных и водородных добавляются еще три связи. Поэтому там будет пять связей химических, третичных. Первое – это гидрофобные связи. Очень сильно они представлены, знаете, в каких... Гидрофобные – это вообще связи в водной среде между неполярными участками аминокислот. Вот белок же из аминокислот состоит, да, вот. И там неполярные есть такие участки аминокислот, и они могут связываться в водной среде. И знаете, когда гидрофобные связи образуются, там вот, например, два участка аминокислота, между ними гидрофобная связь, они очень сильно прилипают друг к другу. Как, знаете, капли жира, капли масла прилипают друг к другу, плавая в воде. И при гидрофобных связях как раз вот такое сильное прилипание идет частей неполярных участков аминокислот друг к другу. Да, и эти связи, знаете, где очень сильно, в каких белках развиты гидрофобные? В тех, которые нерастворимы в воде. Вы спросите, а какие примеры нерастворимых в воде? Вот, например, шелк. Есть такой белок, называется фиброин. Он нерастворим в воде, он такой длинный. Это глобулярный белок. Есть такие удлиненные белки, они называются глобулярные. А есть такие компактные. Это уже... Ой, не то я сказал. Удлиненные – это фибриллярные. Вот фиброин, шелк, а это удлиненный фибриллярный белок. Или в ногтях у нас, например, кератин. Или также фибриллярный коллаген, который в коже содержится. А компактные глобулярные белки – это вот как раз гемоглобин, например. То есть они растворимы в воде. Либо миоглобин. Такие вот тоже бывают. Так вот, вот эти длинные фибриллярные белки, у них гидрофобные связи очень хорошо развиты. И они при этом являются нерастворимыми вообще в воде. Дальше ещё есть ионные связи между электроотрицательными, электроположительными радикалами аминокислот. И ещё есть десульфидные мостики. Как раз о них Настя сказала. Это уже между цист... Есть такой радикал, называется цистеин. Цистеиновый радикал, вернее. Вот он между цистеиновыми радикалами разных аминокислот формируются вот эти вот содержащие серу, десульфидные связи. Всё, вот пять связей.